Приветствую вас, друзья! Давно не виделись. Вот второй матч уже товарищеский Спартака с болгарским Ботевым. Кто смотрел, либо кто не смотрел, сейчас я поделюсь своим соображением, своим комментарием по поводу этого матча. Потому что примечательно то, что в этом матче все-таки дебютировал Дуарто, это новичок Спартака, наверное, вы уже все об этом знаете. Всегда, когда он был в кадре, я очень пристально за ним наблюдал. Вообще наблюдал за всей командой, естественно, но новичок мне, конечно, интересен больше, чем все остальные. Поэтому сейчас я расскажу по матчу и по новичку. А вы не забывайте подписывайтесь, комментарии и ставьте лайки. Итак, поехали! Хочу напомнить, что это товарищеский матч, это сборы, это второй матч, это смешанные составы. И что-то тут сказать такое определенное, но невозможно абсолютно. Тем не менее, стартовые составы первого тайма на ваших экранах. Сами посмотрите, что там было. Кстати, сбоку, слева в защите играл у нас Классен, справа играл Хлусевич. И скажу вам, что Хлусевич, конечно, мне не понравился больше, чем Классен. У Классена было меньше обрезов. Может быть, меньше играли через левый фланг, а больше через правый. Да, я тоже с этим соглашусь. Но, тем не менее, обрезы были у всех абсолютно. У всей центральной зоны, все центральные полузащитники обрезали и давали неточные пасы. Это я связываю только с тем, что еще просто сборы. Поэтому говорить об этом не буду. Что по нападению, в центре играл как бы Бальде. Но всегда по ходу первого тайма менялись местами. Бальде, Зиньковский, Игнатов. Знаете, Игнатов, в принципе, в подборе понравился. В отборе, в подборе, в укрывании мяча. Но точности пасов, конечно, и пасов в одно касание не хватало. Бальде, я скажу, что вообще ничем, в принципе, себя не проявил. Было там в конце первого тайма что-то. Хотел он пройти по левому флангу, укрывал мяч. Делал несколько таких обманных движений, типа дриблинга. Но все равно расставался с мячом. То есть, обыгрывался с ближним. Зобнин много обрезал. Литвинов играл в опоре, много обрезал. Пруцев. Вот про Пруцева я немного скажу. Потому что Пруцев из первого тайма, хотя он отыграл, если не ошибаюсь, 73 минуты. Пруцев мне понравился по всей игре, наверное, больше всех. Потому что очень большой объем работы. Очень много... Когда Литвинов выдвигался вперед, Пруцев всегда оставался на месте опорного полузащитника. И знаете, по тому объему, по тому, как он подключался к атакам, как он укрывал зону свободную, когда Литвинов выдвигался вперед или Зобнин. То есть, центральная ось, как и нападение, тоже менялись местами постоянно. Наверное, хотели тем самым запутать соперника. Да, у Абаскали это присутствует в нападении, это да. Но в центральной зоне как-то я этого не замечал. Зобнин не смещался с левого фланга, он смещался больше в центр. Но Литвинов часто добегал прямо до ворот. И, то есть, на дальней штанге замокал, старался замокать. В это время Пруцев оставался на его месте. Или наоборот, Пруцев выбегал вперед, Литвинов оставался на своем месте. Зобнин был менее заметен. Про центральных защитников мало что скажу. У Ботева мало что получалось. Они старались в первом тайме больше контролировать мяч. На какие-то комбинационные атаки. Да, у них проходили атаки по флангам. Было пару таких быстрых атак, где ни Классен не успевал. Ни опорник не успевал помочь. Но там тоже подвела, я скажу, что реализация. Либо просто у них не получилось завершить эту атаку ударом-поворотом. Напомню, что в первом тайме был всего один удар у Спартака. Поворотом Ботева. Это Билл Зиньковский. Бил доли очень далеко от цели. Получился у него пробить. Где-то метр четыре или пять от штанги улетел мяч за линию. У Ботева был один такой акцентированный более-менее удар. Практически из штрафной. Но, как говорят комментаторы, то, что мяч шел в створ-ворот, по-моему, он не шел в створ-ворот, а скорее шел мимо где-то в полуметре от штанги. Но, тем не менее, наш молодой голкипер среагировал. И это было, наверное, единственное его такое большое действие, где он все же проявил себя. А сейчас мы перенесемся во второй тайм. Во втором тайме, конечно, было поинтереснее, потому что полностью поменялись четыре защитника. И полностью поменялась атакующая линия. Это трое в нападении. Это вышли Соболев, вышел Николсон и вышел Милешин. Кстати, они тоже менялись местами, но в основном Милешин с Соболевым. Но Николсон играл всегда на левом фланге и смещался в центр. Центр полузащиты не поменялся сразу вообще. То есть остались те же самые Литвинов, Прутцев и Зобнин. А вот по защите, да, было интересно. Тут вышел наш новичок Дуарте. На левый фланг вышел Рыбус. Блядь, но он сегодня обрезал и делал такие подставы, что просто охуеть. Пусть это да, это я считаю, что сборы и сборы. Ну и в официальных играх тоже самое. Рыбус тоже, в принципе, такие же ошибки совершал. В паре с Дуарте вышел Маслов. На правый край вышел... Кто у нас вышел, честно сказать, уже что-то я и забыл. А, Денисов. Денисов, да. Денисов отыграл на своем уровне. Не, я не скажу, что он чем-то испортил игру. Да, были какие-то небольшие проколы, но это сборы. Можно на это списать. У Маслова тоже... Тоже так же он вкатился в игру, как и все остальные. Не было такого, что-то чересчур, обреза какого-то. Про Дуарта скажу в конце. Слева у нас был рыбу, про него я уже сказал. И давайте начнем все-таки с атаки. Там вышел Соболев, Николсон и Милешин. Атака мне больше понравилась, чем в первом тайме, потому что все-таки они пытались больше комбинировать. Часто очень Николсон на левом фланге получал мяч, но мне он не понравился тем, что он тормозил атаку. Постоянно, когда он получал мяч, под него открывался, выбегал, допустим, Милешин. Ну, часто это было Милешин, потом, когда поменяли, вышел уже Зорин, там Зорин выбегал. И знаете, вместо того, чтобы Николсону отдать вперед пас, почему-то он разворачивался лицом к своим воротам и отдавал мяч либо назад, либо в центр, то есть поперек. Это мне не понравилось. Кстати, по первому, по второму тайму не понравилось то, что очень редко мяч переходил с одного фланга на другой, потому что это было делать необходимо, потому что скопление игроков противника было, я считаю, что большое на одном фланге. Как, допустим, в официальных матчах, когда мы играли, то при Абаскале это практиковалось очень часто, когда мяч переходил с одного фланга на другой, чтобы было попросторнее, чтобы расшатать, раскачать защиту соперника. Вот этим мне Николсон не понравился. Соблев мне, кстати, понравился наряду с таким же прутцем по объему работы. Он опускался очень часто назад, получал мяч, отдавал неплохие, кстати, практически все пасы были точные. Был у него удар по воротам, удар, конечно, далеко от створа, там еще такие же, если ворота поставить наверх, то, наверное, он попал бы. Милешин понравился. Во-первых, он забил гол, он забил единственный гол и победный, оказался в нужном месте, и, знаете, долго он не думал, он вложился в удар, как мог, стоял неудобно с разворота, тем не менее вложился, и такой, знаете, гол получился от перекладины в ворота близко к девятке. То есть насчет этого молодец. Ну что, Дуарте, и вот, я вам еще раз повторяю, все время, когда Дуарте был в картинке, я за ним наблюдал. Сейчас мы дойдем до него. Кстати, я вспомнил про его погоняло, или кличку, или прозвище, его называют осьминогом, и вот, что я могу о нем сказать. Это очень цепкий. По вот этим первым 40 минутам я понял, что это очень цепкий центральный защитник. И то, что на 54-й минуте, то есть мяч ушел от Дуарте на угловой, то есть он не смог его сохранить или выбить в аут, я еще помню, когда комментатор, если кто-то смотрел, вы меня поймете, как раз мяч ушел от Дуарте на угловой, и комментаторы сказали, что вот Дуарте тут не спас, вот тут ему типа минус. Но если мы отмотаем на 5-10 секунд назад, то мы поймем, что Рыбус ему подсунул такой мяч, где Дуарте оказался против двух нападающих Ботева. И там ему ничего не оставалось, как просто мяч смещать в сторону аута. Но здесь была борьба, и он просто не дал ни навесить, ни пройти. Он закрыл и ногами, и телом, я не знаю как, вот поэтому, наверное, у нас миног. Он не дал это сделать для того, чтобы развилась атака соперника. Этим он мне понравился. Кстати, Дуарте очень умеет, и, наверное, даже любит играть в одно касание, потому что я заметил, что он не раз это делал в одно касание, играл, и этим обострял. Обострял, быстро продвигал мяч в атаку, и этим он мне очень понравился. На чем еще хотел бы акцентировать. Не знаю, по первым 40 минут, 45 минутам цепкий, такой активный, такой смотрит постоянно за линией оффсайда, смотрит на соперников, глаза у него постоянно вверху, отдает пасы ближнему, отдает даже в нападении давал. Мне очень понравился. Уже позже, там после 65 минуты, потом после 73 минуты, и в конце там были уже замены, выпустили много молодых. Кстати, на воротах стоял Максименко, намного, конечно, интереснее, там за ним было наблюдать. Все-таки были какие-то удары от Ботева, такие неакцентированные, там блокированные удары были, которые отскакивали как у Максименко, но он как бы все отрабатывал, выносил неплохо мяч вперед. То есть, вот это было без ошибок у него. Центр потом полностью поменялся. Еще раз повторюсь, много было молодых. Давайте не будем акцентировать никакого такого большого внимания на этом матче. Все же это товарищеская игра, и это сборы, второй всего матч. Кстати, напомню, кто не знает, Ботев играл до этого, если не ошибаюсь, где-то за три дня, с нашим Екатеринбургским Уралом, где тренер Гончаренко, как вы знаете, и Урал там этому Ботеву проиграл 1-2. Так что сегодня я тоже думал, что игра все-таки будет как-то... Я вообще думал, что Спартак сегодня пропустит, потому что Ботев был готов лучше, Ботев провел больше товарищеских игр, и они быстрее, у них сезон начинается, если не ошибаюсь, 10 февраля. Нет, 20... Да, 10 февраля у них первая игра кубковая, 22-го уже у них чемпионат. Так что готовность у них была больше. Понравился у Ботева левый фланг атаки. Не помню его фамилию, он неплохо пробегал, Хлусевич он... Ну, может быть, кто-то его подметит, такой черненький неплохой товарищ. Ну, что по Спартаку? Ребята, ждем следующей игры. Я думаю, следующие сборы вообще, они пока там будет уже интересно, будет турнир, будут хорошие наши команды из РПЛ. Естественно, я все это расскажу. Расскажу свое мнение, вы не забывайте подписываться. Ну и всем пока-пока, Спартак чемпион! Субтитры сделал DimaTorzok